Не буду лукавить, доволен результатом. В игре не все получалось, но результаты, наверное, закономерен. Я так понимаю, что сегодняшний наш соперник, мы как-то решаем разные задачи. Болгарь, как я думаю, в стадии постановления ищет себя и игру, и по составу. Перед нами стоит сложная задача выхода в премьер-лигу. Очевидно, это и сказалось на игре. Плюс, конечно, психологический момент, когда нам удалось забить два гола. Ну, как-то игра стала легче. Хотя, должен сделать комплимент команде Юры. Во втором тайме вышла другая команда, такая боевая, настроенная. Повезло нам, что мы не пропустили, если бы это случилось где-то при счете 1-2. Игра могла пойти по другому руслу. Ну, еще раз повторюсь, доволен результатом. Были фрагменты хорошей игры. Надеюсь, что будем улучшать. Увеличили, во всяком случае, эти фрагменты. Спасибо. Ну, я думаю, что вот такая погода морозная, она помогает обеим командам там. С одной стороны не дает остановиться, с другой стороны как-то те, у кого мышцы готовы, лучше. Ну, и уверяю вас, сегодня в Томске погода теплее, чем здесь у вас. У нас там плюс 8, дождь. Так что, и тренировались в нормальных условиях. У нас так мороза не было. Спасибо. Спасибо. Валерий Петрович, почему сегодня черевко играл, а не темнику? О как. Ну, скажу так, плановая ротация. У нас сейчас счастливый момент, я имею возможность выбирать игроков как-то. В обоими все почти, травмирован всего один. Я что хочу сказать, отчасти правильно, что мы вышли в ФНЛ и что мы в стадии становления. Это безусловно так, но если учитывать все игры домашние, то эту игру, если брать старт матча, конечно, начали несколько скромнее, чем хотелось бы. Просто надо уважать соперника, но немножко робко. Плюс сказал Валерий Кузьмич о том, что есть сегодня обойма, которую можно ротировать. У нас сегодня нету большой группы игроков. И нету такой возможности, и главное, той группы игроков, которая опытнее. Там нету Бугроба, говоря, там кто-то написал Локтен, его давно нет. Но нету сегодня Терехова, Жиров только вышел после травмы, да, у нас Петрович после травмы только вышел первый. У нас нету Лукьянова, у нас нету Кириленко, да, у нас там Ахба травмировался. То есть большая группа игроков, и, безусловно, в плане, допустим, ротации это сложно. В плане усиления тоже есть какие-то вопросы. Но, опять же, я хочу сказать, что моментов создали достаточно много. Достаточно много создали моментов. И, конечно, было сказано, что очень важные два мяча забили. Но, насколько, в общем-то, мне показалось, что там было сыграно рукой в первом эпизоде. И это видели все. И мне кажется, это тоже как-то повлияло на, может быть, ход матча. Хотя, в целом, я скажу, что опытнее команда Мастера Вити, безусловно, в общем-то, одна из самых играющих команд, в которой мы встречались за этот период. Но, опять же, скажу, что за второй тайм, за второй тайм, я ребятам сейчас сказал первое, и ее нельзя упрекать, потому что, наверное, первый тайм, в общем-то, не получился. Потому что не потому, что они вышли не играть, а потому что вышли играть и слишком уважать соперника. И у соперника надо уважать, но надо на своем максимуме играть. Не получилось в полной мере, хотя создали там явный выход Петровича один в один, там Алхазов в момент имели два великолепных момента. И, кстати, после пропущенного гола немножко раскрепостились. Играли свободнее. А второй тайм провели, и скорости были хорошие, и встречные атаки были, и Том сумела увеличить, потому что все-таки пространства было разряженного достаточно. И мы, в общем-то, нагнетали, и имели свои моменты, и неплохие моменты, и имели. И поэтому я считаю, что футболисты, надо сказать, что через такие игры они растут, и будут расти, и команда достаточно перспективна. И через это уж, когда строишь команду, всегда проходишь. Всегда проходишь. Так что ничего страшного нет. Я им сказал, что лениться не нужно. Нужно правильные выводы делать для того, чтобы, в общем-то, сделать следующий шаг и вырасти. Так что соперника надо поздравить с победой, пожелать им решения поставленных задач. А нам нужно идти от игры к игре, и мы ей в начале сезона сказали, чтобы какие-то промежуточные задачи ставить, и слепую мы не имеем. Нам нужно, в общем-то, играть от игры к игре, делать правильные выводы, расти над собой, и уже в следующем году, понимая, после некого перерыва этот дивизион, уже тогда быть в числе команд, которые, как называются, соискатели или претенденты на что-то, на, по крайней мере, на высокие места. И сомнений никаких нет. Сомнений никаких нет, мы видим. Каждый день их на работу, и видим их отношения. Поэтому действительно команда только складывается. Жаль, что не сумели взять очки, и жаль, что писали полтора года, не проигрывает команда дома. Еще эта тема так долго говорилась, она теперь проиграла. Надо какой-то новый отчет начинать. Так что болельщикам спасибо, потому что и новую игру выигрываешь, и ведешь по счету, они как-то, в общем-то, бывают не очень довольны, а сегодня, наоборот, они как-то после двух нолей сплотились и поддерживали очень команду, и до последней минуты они были с командой. Хоть их не так много было, наверное, по погоде, но в целом это те люди, которые, наверное, по-настоящему хотят, чтобы здесь была команда, и болеют всеми. Поэтому им спасибо. А мы, ну, знаете, если после каждого неудачного результата говорить извини, я считаю, что мы изо всех сил стараемся делать свою работу качественно, да, может она получиться, не получиться, но в целом надо смотреть, как закончится в итоге турнир, какие, в общем-то, поправки, и что нужно делать для того, чтобы разобраться. Вот и все.